Благоустройство Михайловской набережной не закончилось. Планы очередного этапа уже обсудили с общественниками, архитекторами и жителями. Набережная должна стать доступнее. Это касается и пожилых, и людей с ограниченными возможностями здоровья, и мам с колясками. О планах узнала Александра Медведенко. Создать условия для разностороннего отдыха – задача следующих этапов реконструкции Михайловской набережной. Нижний променад уже активно осваивают любители спорта и красивых фотографий. Теперь предстоит привести в порядок зону для любителей развлечений. Аттракционы для взрослых и для детей разделят. Посередине у нас будет также находиться фудкорт, именно для того, чтобы уже гаража нам было удобно. Если мы приходим в активную зону Михайловской набережной, то с одной стороны мы можем взрослые покататься, оставить своих детей, например, на фудкорте вместе с ними посидеть. С другой стороны будет более спокойная именно детская зона, которая будет ограничена 10 часов вечером, и именно чтобы это не была шумная такая зона, а именно для детей. Главный аттракцион – колесо обозрения поменяют. Опоры для него уже собирают на новом месте – у Большевистской. Старое колесо оставят до конца лета. Открыть новый аттракцион планируют не позднее июля. Высота – 70 метров. Новосибирское колесо обозрения – четвертое по высоте в России. И самое большое – за Уралом. Цену на билет обещают сохранить – 200 рублей за круг. Посетители смогут не только увидеть город с высоты, но и комфортно отдохнуть тут же, у подножья аттракциона. Хочется, конечно, рисовать проект на кровле, что-то наподобие фестивального в городе Сочи, такой видовый ресторан. Но это дело будущего года. А по поводу того, что будет внутри, это будет развлекательный центр достаточно серьезного уровня, серьезного оборудования. Он порадует и удивит жителей. На уже отремонтированной аллее среднего променада сделают навесы для спокойного отдыха. С помощью специальных дорожек нижний променад сделают доступней для маломобильных людей. Появляется беспрепятственный доступ всех групп населения, в том числе мам с колясками, на нижний променад по допустимым уклонам. Порядок нужно наводить и на самом берегу Аби. Это ограда как разделение ответственности. Ответственности муниципальной власти и субъекта федерации. Именно поэтому реконструкция набережной идет быстрее, чем облагораживание прибрежной зоны. Поэтому кусты здесь вырубили только в прошлом году. Когда начнут укреплять берег, вопрос открытый. Между тем, проект дальнейшего преображения набережной уже обсудили на общественных слушаниях. Все замечания учтут. Рассчитать стоимость работ планируют в следующем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова